всем привет мы в москве и перед началом сегодняшнего ролика хочу вам кое-что рассказать про одно устройство которое сейчас уже обновилась но и стала гораздо лучше итак это устройство называется show me combo slim это сигнатурный радар-детектор плюс видеорегистратор и плюс информатор gps гонас в одном устройстве то есть получается 3 в одном то есть вот у меня находится в руках вообще это вот этот регистратор это корейская качество то есть сборка именно корея где об этом написано вот сигнализирует об этом надпись и соответственно уже построена на базе известного combo slim именно про тот регистратор который я вам уже как-то показывал после модернизации железа устройство разделяет типы радаров исключая помехи и ложные срабатывания центр на дисплей touchpad работает мороз даже при минус 20 супер hd качество гарантия год есть обновление есть конечно же понятное дело техподдержка то есть по сути если вы начинающий блогер то можете снимать начинать снимать по крайней мере вот на такое устройство то есть для вас это будет уже четыре в одном регистратор радар-детектор информатор gps гонас но еще видеокамера для снимания чего-либо вот пожалуйста ссылка на регистратор будет в описании всем хорошего дня здорово всем ну чё а как ваши делишки отсутствие снега говоря о том что я нахожусь в городе москва и прикол в том что если вы смотрите это видео я уже дома то есть я с собой компьютер какой-то ноутбук для редактирования видео ничего не повез собственно говоря поэтому сегодня полчаса назад только приехали и как говорится сразу к делу сразу за работу понимаете поясню некоторый момент вы скажете зачем я приехал честно говоря раз сделать встречу и второе я хочу просто-напросто испытать понимаете вот эту сущность так называемого москвы город сильные да здесь движуха по сравнению с нашим 30-тысячным населением это реально как говорится другая другой мир просто понимаете и соответственно я выбрал автомобиль который мне самому очень интересны они реально мне интересно то есть у меня примерно будет около трех четырех тест-драйвов и реально те автомобили которые буду снимать у нас их просто никогда в жизни не найдешь вот допустим в данном случае это volkswagen fayton 13 года выпуска черная краска чуть больше чем средняя комплектация даже и даже этого в принципе достаточно чтобы машина реально и была представительской если вы сами допустим да откроете допустим там какой-то google википедию очень много всякой интересной информации связано данным автомобилем и они когда они выпускали они хотели сделать премиум да именно премиум от марки volkswagen то есть не именно отваг концерна там же есть и bentley там и audi понимаете но именно чтобы значок был вот этот w и соответственно сделали отдельный завод отдельный город где соответственно собирались машины просто вручную понимаете там хорошие материалы используются да там хорошие вещи там туда-сюда опции там а термальные стекла люк там допустим с вырабатыванием электричества чтобы климат-контроль в хорошего лучше работу и соответственно я так подумал неделю назад я ездил в bentley в автомобиле 2001 года когда именно он вага вообще еще не касался когда действительно был британский автомобиль и там все было в коже просто все в коже я сидел просто кайфовал просто офигевал и прикол в том что там шаровая допустим стоит там 50 тысяч или сайлентблок да или поменять бампер 250 тысяч рулевая рейка 450 тысяч и какая бы кожа ни была какая бы офигенная тачка ни была на ней ездить невозможно просто она просто не подъемных денег стоит в данном случае вот есть же поверия да что некоторые боятся этих volkswagen тем более таких напичканных это реально если чего отталкиваться они реально ну многие проблемные допустим добывает автомобиль хотя на счет свеженький хорошее состояние так вот чему я клоню почему допустим нельзя знаете вот опять же сделать отдельный завод собирать запчасти вручную автомобили там к стеклах клеить и почему нельзя сделать его надежным просто кстати если машина реально было бы надежно даже сюда ставят те же самые все проверенные детали но тем не менее они почему-то вот именно люди отталкивают именно боятся то есть получается они экспериментировали да ну и получается так скажем доигрались то есть имеется ввиду что на сегодняшний день на том заводе где эти машины делались и собирались вручную там сейчас сделали детские аттракционы с батутами то есть вот такой эксперимент но по сути это был убыточный но если вспомнить историю тоже самым mercedes 40 кузов это тоже убыточный болтами который до сих пор не окупился даже если люди покупают до сих пор оригинальные запчасти также самое bentley да то есть именно ходящий концерн вага тоже также континенталия тоже убыточная даже бугатти урон там по мою тоже там убыточная машина вот они выпускают эту машину и сразу минус 5 миллионов евро внизу бюджета улетает но тем не менее почему-то вот люди посчитали что это прям какой-то убыток для того концерна для фальсвагенского я думаю что это просто просто копейки посмотрите какая роскошь ну по идее да хотя пацаны я видел обзоры московские журналисты блогеры уже освещали данный автомобиль и честно говоря такое ощущение что что-то не договариваете пацаны с кировской приехали здесь шутки говорится шутить никто не будет как говорится кировских постанов не обманешь и смотрите что я сейчас покажу дословно мы сейчас доберемся я хочу вам показать подкапотное пространство на самом деле интересно в плане того что там что-то нового вы не увидите а интересно именно то что здесь опять же со старинные технологии те же самые запчасти крышки заливные масло съемные эти всякие колпачки отверстия катушки и так далее вы смотрите в 8 на самом деле это очень круто то что если 8 и 4 2 то есть здесь 350 к был машина достаточно хорошо едет уверенно но тем не менее просто я хочу сказать то есть когда делают представить ну такой представительский седан да то есть ну по идее как бы крутая внешность много опций просто куча тут все сделано то столько блоков что их просто здесь не считать здесь только 18 регулировок там какого-то водительского сиденья там 12 регулировок пассажирского то есть действительно все сделано в электрические всяких этих всяких деталей да есть в электродвигателях но тем не менее себя ставят те же самые обычные двигатели все оставят 32 да это еще в первых кузовах которые эти автомобили были начиная 2002 года тут торик до пассад это все двигатели идут с этих автомобилей по сути я вот так скажу что это тоже самый торик только в кузове седан да тут немножко лучше конечно в плане того что салон именно сами материал но они по сути по опции то же самое то есть если вы боитесь покупать допустим файтон и думаете а сейчас я купил и сразу прилип сразу вам скажу что volkswagen touareg тех же самых годов там пускай будет новее пускай будет старше абсолютно одинаково автомобиля вот абсолютно одинаково понимаете и тут бояться по сути нечего но вспомните допустим эту деталь но сколько раз уже обзоры были вот эти воздуховоды все вот эти вот это вот это это все запчасти унифицированные те же самые двигатели это все ставится на те же самые audi volkswagen и так далее поэтому тут удивляться как бы ничего а так говорите здоровенная задняя дверь она реально большая покажем с этой стороны как не как эти машины да они же делают для тех людей которые ездят сзади и вот как данном случае то здесь садишься здесь реальное место как со 40 мерседесе версии long когда здесь много здесь можно развалиться но опять же заднее сидение не складывается вы мне скажете что-то бизнес класс ну да хорошо так они и не регулируются то есть здесь нет каких-то регулировок чтобы у тебя какая-то там анка выезжала подушка выезжала и спинка наклонялась хотя есть версия где делали не трехместный этот диван а именно двухместный данном случае вот пожалуйста покажи данном случае здесь вот место на трех человек то есть понятное дело три ремня безопасности у нас здесь имеется вот такие вещи да ну соответственно всякие ниши на самом деле мне вот что нравится не то что есть много места да если ездить куда-то на дальняк говорят что очень комфортно то есть машина реально комфортно и не кроссовер там не какой-то внедорожник не какой-то там спорт купе никаким просто именно седан да именно тот автомобиль который заточен для комфорта именно по трассе чтобы ты ехал допустим куда-то в дальнюю дорогу действительно отдыхал вот так вот развалиться в принципе можно, да, если сидение подойдет вперед вот можно просто ногу на ногу вот, я что хочу показать то есть вот эти материалы, да, все вот эти это все идет с 2002 года то есть имеется в виду, что они вроде бы обновили машину, и многие как бы ну что-то вы мало обновляете, редко, да, если это делаете, но по сути у них задумка была такая, что они сюда внедряют старые технологии типа как бы проверенные, то есть если брать допустим Audi A8 тех же самых годов там совсем другой салон, просто вот небо и земля, то есть другая электроника, другие функции, да, то есть абсолютно все другое вот мне понравилась эта вещь, как опять же в Mercedes 140, то есть зеркальце выходит с подсветкой именно с самого потолка, а так конечно все в хроме вот здесь смотри, просто хром мраморное дерево, опции, да обогрев сидений всех, причем также есть вентиляция всех сидений ну и соответственно на задних сидениях больше вы ничего не увидите, серьезно задние дисковые тормоза тоже вентилируемые, сейчас когда не дойдем, я просто что хочу показать электропривод багажника, Phyton V842 кстати, одержившись именно с заднего вот силуэта мне очень, кстати, нравится ну это все вещи, понятно, смотрите по-моему эта схема даже сложнее, чем на какого-нибудь там ВАЗ-2008 целый двигатель то есть это реально алюминий, он очень холодный и вот такая схема, она на самом деле очень правильная, в плане того, что вы когда закрываете багажник у вас дуги, да, не мешают, допустим, не сминают ваш, допустим, тот же самый груз а так, по сути вот покажи в техническом плане вы все знаете, что такое ваговская технология, да, и там соответственно как же у нас, если дизельный двигатель да, если бензин, если у вас слабый если вы, допустим, мощный, как бы и там под каждый двигатель идет своя подвеска допустим, здесь в данном случае то же самое то есть вот тормоза они задние вентилируемые и вот прикол в том, что вот я специально вывернул колесо, чтобы показать специально вывернул вот эту вещь, вот, закрати, пожалуйста то есть это пластмасса понятное дело, что в нормальных нечеловеческих условиях, где мы живем, да я бы сразу оторвал за ближайший сугроб но это типа, как бы, идет забор воздуха для вентиляции передних дисков которые тоже, соответственно, здоровенные а так В-8 просто смотрите, какой прикол если в данном случае, опять же, у нас хорошая комплектация у нас хорошее состояние автомобиля то есть докопаться, по сути, нечего да, тут ничего не ломалось кроме того, что у нас перегорела лампочка ближнего света, ксенона то есть, опять же, все это дело заменяется прикол в том, что если, допустим, это будет чуть-чуть постарее или будет заезженный вариант то все, пиши про Павлова это я, как вот эксперт могу сказать вам серьезно, владея тем же самым Пассатом да, владея тем же самым Таурэгом куда ставятся абсолютно такие же двигатели и я вам скажу, что это проблемка, знаете когда действительно начинает что-то троить весь просто кореш, да, вот у меня Саня, у него Таурэг у него есть такой же, у него стоит такой же В-8 4.2 такой же двигатель и прикол в том, что вот он у него теряет мощность и вот он не может, понимаете, найти проблему то есть, это не там ГРМ там нет никаких ошибок то есть, это не искра это не топливные насосы мы проверяли и вот в реальности человек просто-напросто, понимаете не может справиться с этой проблемой то есть, просто отсутствие так называемых специалистов ну ладно, у нас но здесь, опять же, потребуется от вас, как бы, деньги, правильно? то есть, машину отдашь и сколько ее будет ковырять что с ней будет делать, просто неизвестно поэтому, если покупать такие машины то, конечно, я должен потом понимать что машина хорошего состояния на каждый день если ей уже, допустим, там будет 6-7 год идти то, понятное дело, что проблемы обеспечены а так, смотрите, какая красивая тачка я когда-нибудь закрою кстати, номер 044, как у соседа Жени на Аудюхе А6 много хрома, много опций да, когда фары включу сразу есть что-то в этом автомобиле на самом деле и я такое ощущение даже складывается что эта машина, она прям на этого на любителя, понимаете? а, ну, посмотрите если солнце бы, допустим, светило у нее лобовое стекло атермальное, оно реально дорогое и у нас, наверное, хорошо, что еще в оригинале а так, по поводу оптики подсвечиваемые туманки, если выворачиваешь колесо ДХО, дальний, ближний все на ксеноне ну, красота а сзади, пойдем посмотрим вот он, Фаэтон я, кстати, сейчас уже по этому городу поездил по Москве ну, что сказать люди, конечно же, интересные, да? то есть, есть абсолютно различные автомобили красивые, некрасивые автомобили ну, некрасивых автомобилей, как и женщины, не бывает но, тем не менее пропустим этот факт суть такая, что на меня никто не обратил внимания вот я даже музыку-лезгиночку включил я побыстрее проехал я динамически ускорялся там, останавливался пытался что-то сделать просто ноль эмоций то есть, представляете? вроде тачка, она реальная для представительского класса, да? это Фаэтон тут объем он здоровенный просто 4.2 ну, в понятиях где-то заводов это просто космос какой-то и все равно машинка-то получается скучная может быть, чисто из-за того, что вот люди так вот к ней относятся, да? как будто бы она, знаете, вот ну ничего не может поэтому ее не покупали в свое время потому что, опять же, за эти деньги когда она была новой там, 4 миллиона то есть, это реально огромные деньги и, представляете? тогда, когда она продавалась это было 4 прошло 3-4 года и она стоит уже 1.700.000 наш вариант примерно 1.800.000 рублей стоит представляете, какая потеря в деньгах идет? то есть, ты заведомо когда покупаешь такую машину новую ты должен понимать что ты ее практически оставляешь на всю жизнь себе это реально факт итак, смотрите, мы плавно-плавно переместились в салон сидим уже сидим погрелись и действительно вот я сижу просто кайфую если не брать в расход то, что действительно я сижу как будто бы в 2002 году когда еще появился то же самое там, не знаю, Touareg то есть, действительно здесь все то же самое вот, что значит просто-напросто старые технологии вставлять именно уже в будущее то есть, 10 лет они делают одно и то же ну, вот, посмотрите во-первых, ну, ладно материал, да именно вот эти кнопки то есть, вот это рычаги это все одно и то же то есть, идет на всех вот этих фольксвагенах то есть, ну, если руль новый но, опять же, кнопки подсветки да, которая вот здесь допустим, включается и обогрева руля они находятся в этих же положениях то есть, если не обращать вот на эту допустим, рычаг да, V8 допустим, если это был бы V6 ну, было бы V6 написано если это был W12 который вы хоть не увидите то было бы W12 и вот, пожалуйста вот, вот что у меня просто-напросто очень и очень знакомо то есть, если они поменяли окантовку появилась напись фаэтон говорят, что это что-то значит то есть, вот такой вот серый материал то самые приборы то есть, именно расположение даже цифры понимаете, одни и те же и прикол в том, что мы когда сюда ехали здесь, ну, лампочка иногда что-то там каратит какие-то вещи с ней происходит и загорается ошибка и вот эти все вот видите, сапожок это с нулевых годов это все то есть, ну, я не говорю, что это плохо но тем не менее как говорится, все равно но хочется что-то новое ну, представляете я бы сейчас ну, ну, пускай 3 года да, это как ветер ну, небольшие как бы такие сроки 3 года и был бы у меня, допустим 4 миллиона я пошел бы и за эти деньги здоровенные купил бы этот автомобиль представляете и я бы реально бы от этого автомобиля ожидал бы больше ну, смотрите, ладно они сделали вот такие вещи что ты ну, типа, нажимаешь обдув воздуха в голову, да открывается здесь дефлектор открывается дефлектор с этой стороны то есть, ну, в принципе да, как бы все красиво это можно убрать возможно, даже хорошая функция что, когда вот ты едешь вроде бы в лицо не включаешь хотя все равно холодный воздух идет или горячий и губы твои сушат да, как на тазах но тем не менее как бы здесь в принципе да, вот сделано достаточно красиво то есть, часы как у всех на всех вот этих брендовых автомобилей но, по сути вот эта магнитола это вот, говорят же Feiton ручная сборка то есть, здесь какой-то ручной сборки я и нашел вот эти козырьки это ручная сборка подразумевалось то что они просто так сделали здесь включили саморезы поставляя заглушкой вот так сделали вот вот ручная работа то есть никто ничего не шил здесь никто ничего краска и так вот не выкрашивал то есть обычные универсальные вещи которые стояли на все пассаты и фальсваген туареги единственное что мне очень сильно понравилось это зеркальце она реально двойное то есть она увеличивает одно уменьшает но двойное я вижу такой первый раз по времени жизни есть электролюк то есть от солнца можно спрятаться и так далее это конечно все классно когда машина проектировалась потратили огромные суммы денег чтобы машину куда-то там в сахару там ее куда-то в пустыню отвезли она там ездила три с половиной миллиона километров так далее ни разу не остановилась даже заправляться и вот сделали такие вещи как он допустим солнечную батарею в люк да для того чтобы дополнительное у вас как бы напряжение вырабатывать вполне все возможно так оно и есть прмдс с спорт режим у нас видите пневмоподвеска причем если допустим да действительно будет к этом жить нечто ломаться у вас то действительно это будут большущие проблемы а так обогрев сидений если открутить другую сторону это это будет обдув сидений жеткости меняется амортизаторов то есть включаешь вот видите нас можно выбирать на мониторе то есть комфорт наших именно подвески наши то есть вот меняется пиктограмма ну и также есть пневмоподвеска которая просто-напросто занижает автомобиль то есть есть обычный есть увеличенный да допустим режим ну вот у нас обычные увеличенные то есть машинка видите как высоко типа поднимается вот эти очень прикольные кстати решение нажимаешь там она фиксируется да вот по стыканей ну прикольно сделано что сказать кстати очень и очень много места ничего поехали по кору только направо так бывает спасибо так бывает садишься в какой-нибудь автомобиль допустим да вот и музыку есть не с собой беру правильно сами даже понимать исключаешь музыка конечно сидеваешь но мне такая музыка себе нравится я в кировске такой же такой же ездил вот функция есть контроль мертвых зон то есть все прекрасно работает по поводу ускорения допустим нашего 42 а это самый популярный двигатель вот ну серьезно ну не не за глаза но именно для этого представительского класса это реально вышла ей просто-напросто замечательно то есть у нее есть такой рык то есть у него выхлоп то есть нажимаешь газ есть подрыв понятное дело но опять же для четырнадцатого года до машина для тринадцатого до четырнадцатого года машина и получается свежая но что не ставили никакие dsg все не ставили некие но инновации допустим как на skoda но то же самое skoda superb на то же самую там я не знаю тигуана и так далее то здесь старые проверенные двигатели и здесь та самая коробка айсин шестиступенчатый которая ставится вот начиная реально с двухтысячных годов ставится вот на многие volkswagen и это же коробка ставится на q7 она ставится на porsche cayenne она ставится на ту же самую эту как она лан крузер 200 это та же самая коробка и я сейчас еду и я удивляюсь что я узнаю эту машину пойти я знаю сразу эту коробку вот нажимаешь газ нажимаешь ничего не происходит практически нажимаешь еще газ и вот когда ты начинаешь давить газ проходит уже вот включается кикдауна машина поехала действительно все-таки именно коробка для этого автомобиля она сделана специально как прицельская то есть нажимаешь потихонечку ускоряешь и никакого есть драйва особого не увидите да есть здесь режим спорт поставим я также на туроге там же такая же коробка тоже иногда ставлю спорт но чисто для того чтобы просто кому-то показать да что вот есть такая функция никто никакой особо ей не пользуются чуть стали повышенные обороты примерно на 1000 плюс ну и соответственно по комфорту по разгону будет примерно то же самое единственное что есть хорошо работает это кикдаун разгоняется она реально офигенно машина то есть для того веса для двух тонн который она весит она разгоняется очень и очень хорошо вот примерно с места то есть небольшой уклон там будет небольшой подъем газ пол сработала система стабилизации хотя с 2005 года на все фаэтоны ставят только полный привод ну все сотка 110 120 тормоза тоже очень и очень хороший кстати volkswagen именно тормозами всегда стоялся хорошим но и понятное дело только те которые ставят на претельские машины типа турэга или фаэтона на пассат ставится хорошие тормоза только с хорошим двигателем кстати пока вы покатались мы уже ездим примерно часа два на этом автомобиле я также спросил у владельца говорю как ты вообще к этому автомобилю относишься как ты его позиционируешь то есть он его эксплуатирует с самого покупки то есть ездил в отпуск грит замечательный если где-то я здесь сижу кайфую сплю понятное дело все хорошо сзади допустим если сидят пассажиры да если ты рост с родственниками поехал отпуск просто как дома чай пьешь вот так чаеку пьешь дома когда и сидишь пьешь и вот здесь примерно такая ситуация то есть как будто бы даже с дивана с дома не вылезал а на самом деле ты уже проехал пару тысяч километров вот такие дела по управляемости кстати почему-то вот ехал с другим настроением такое ощущение что реально машина легкая ну вот мне так кажется хотя это реально ну это не джеты не пассат машина кажется что легко опять же с того что здесь хорошие тормоза в нашем случае это хороший двигатель поэтому собственно говоря машина как ты хочешь да вот и эксплуатирует так она едет ставят на этот автомобиль также еще W12 двигатель но я посмотрю по объявлениям они достаточно редко встречается очень редко встречается хотя хотелось бы конечно чтобы был бы такой двигатель вот на мерседесе был у меня в 12 а вот и как но не наваливали конечно особо то но тем не менее было достаточно прикольно а так вот 90 короче получается что в городе эта машина действительно ведет себя как и городская да если ты выезжаешь на трассу она также едет еще и по трассе хорошо по поводу комментариев вы знаете вот если допустим вы блогер или вы готовитесь стать блогером и посмотрели этот ролик и вы хотите найти какую-то информацию про автомобиль я советую вам не листать википедию не стоит какие-то отзывы людей да на каком-то сайте там может быть а именно посмотрите ролики других блогеров на youtube и не надо посмотреть посмотреть блогер просто включаешь перематываешь рекламу чужую если не мою ставишь паузу и сможешь комментарии и обычно в комментариях пишется самая достоверная информация именно на ютюбе по поводу каких-либо различных автомобилей данном случае я почитал много негатива измена за того что люди просто-напросто не ездили на этом автомобиле если действительно вы просто-напросто вы прокатились сзади спереди пассажиром за рулем без разницы я в любом случае бы уверен что он бы вам понравился да может быть было меньше понравился чем audi a8 да ну все относительно не забывайте жизнь такая кому-то нравится рыжие на кому-то нравится мужики знаете ситуация разная бывает абсолютно людей так сказать не понять и каждого машина под стать своему вкусу мне лично честно говоря не нравится этот автомобиль и никогда бы в жизни его не приобрел чисто из-за того что не клиренс там не что-то мне не нравится с расходом топлива а именно за того что пахнет просто вот каким-то наизните за выражение наебаловыми тут взять за выражение но почему вот эти приборы вот это все она идет уже на протяжении чуть ли не 15 лет ну все одно и то же дело тут все одно и то же даже пускай это японцы даже пускай это немцы клепает и клепает а я чего на здесь находится сидит джанчер на 6 дисков царя эти бардачок все обшиты вот этим материалом очень много хрому у нас хотя достаточно хорошая музыка это был фальсваген фаэтон честно говоря пацаны да есть чувствуется роскошь чувствуется шумоизоляция чувствуется что делали для людей но вот немножко надо было все-таки поэкспериментировать и добавить в эту машину уже не те самые копты и кнопки от других автомобилей а чтобы сделать свое вот и все элементарно просто всем спасибо за просмотр всем пока